Добрый день! В эфире региональный блок новостей. Мы вещаем за телекранплазу Уфа в студии Маргариты Гафарова. Почти 420 миллионов рублей дополнительных средств направят на поддержку предпринимателей и самозанятых в Башкортостане. В том числе 334 миллиона выделит региональная казна. Остальное предусмотрено в бюджетах муниципалитетов. Новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан одобрены на заседание президиума республиканского Кабмина. В их числе многопрофильные субсидии для начинающих предпринимателей, семейного бизнеса, социальных предпринимателей и самозанятых. Второй блок субсидий предназначен для инвестиционных целей. На приобретение оборудования, на возмещение части затрат на оплату лизинговых платежей и процентных ставок по кредитам. Третье направление поддержки связано с онлайн-сервисами. Субсидии на оплату услуг по доставке товаров, продвижение товаров и услуг на интернет-площадках, разработку цифровых приложений. Господдержка предусмотрена также для инфраструктурных проектов, на создание и развитие офисных, бытовых, ремесленных и туристических каворкинг-центров. Утвержденные изменения будут внесены в Республиканскую госпрограмму развития и поддержки МСП, пояснили в правительстве. Результатом нововведения должно стать создание не менее 3,5 тысяч новых рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса, 2 тысяч новых субъектов МСП, увеличение численности самозанятых до 29,5 тысяч человек. Оформить право собственности на жилье в новостройках стало проще. Вступили в силу соответствующие изменения в закон о долевом строительстве, сообщили в региональном Росреестре. Теперь застройщик имеет право без доверенности подать в Росреестр заявление о государственной регистрации права собственности участника долевого строительства. Это возможно после передачи такого объекта по передаточному акту и постановки его на кадастровый учет. После завершения государственной регистрации застройщик обязан отдать собственнику выписку из ЕГРН, удостоверяющую проведенную регистрационную процедуру. Застройщики могут подавать за своих клиентов заявление в Росреестр по регистрации права собственности, в том числе и в электронном виде, при котором действует сокращенный срок регистрации. Это все является конкурентным преимуществом на рынке. Соответственно, участникам долевого строительства нет необходимости обращаться в Росреестр. Собственник при желании может представить в Росреестр подлинный экземпляр договора участия в долевом строительстве или договора об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве для совершения на нем специальной регистрационной надписи. В Уфе за последние десятилетия снижается число трудоспособного населения с 64,5 в 2010 году до 57,5 в 2020. При этом увеличивается доля горожан младше и старше трудоспособного. Об основных показателях демографии на оперативном совещании в столичной мэрии доложила начальник отдела государственной статистики Оксана Даянова. По ее словам, к началу текущего года численность населения в Уфе составила 1 млн 140 273 человека. В 2017 году как по стране и республике в целом, так и в башкирской столице наблюдается снижение числа женщин репродуктивного возраста, что естественным образом сказывается на уровне рождаемости. В настоящее время рост наиболее активного детородного возраста происходит в основном за счет рождаемости детей более высокой очередности, то есть вторых и третьих в семье. За последние 19 лет этот показатель увеличился почти на четверть. При этом выросла ожидаемая продолжительность жизни при рождении. В 2008 году она составляла почти 70 лет, в 2020 порядка 74 лет. В этом году по сравнению с прошлыми большое число первоклассников. Так, в республике первый раз за парту сели около 55 тысяч детей. Это связано с увеличением рождаемости за последние 10 лет, говорят специалисты. В 2016 год для нас, для Уфы был самым пиковым в рождаемости. Мы достигли уровня 1987 года. Это впервые за историю современной России. И вот в 2023 году эти детки, рожденные в 2016 году, пойдут в школу. Они достигнут 7 лет и пойдут в школу. И после 2023 года нас ждет постепенное снижение количества детей 7 лет и, соответственно, первоклассников. И вот согласно статистике, в Уфе также увеличилось количество разводов. Так, в 2019 году поженились около 9 тысяч пар и порядка 5 тысяч расторгли брак. То есть на 100 заключенных союзов пришлось 56 разводов. Что касается миграции, в Уфе с 2008 года стабильно наблюдается положительная миграционная сальдо. И в прошлом году численность столицы увеличилась примерно на 4,5 тысячи человек. И в основном за счет внутриреспубликанской миграции. Показатель же миграционного обмена Уфы с другими регионами страны последние 10 лет с отрицательной динамикой. В основном жители башкирской столицы уезжают в Москву, Санкт-Петербург, Московскую область и Краснодарский край. На этом у меня все. Я с вами прощаю. Следите за новостями вместе с РБКО.